Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за ваше терпение, за ваше внимание, но видя активную реакцию на предыдущий доклад, я понимаю, что у вас есть и эмоциональные, и моральные, и профессиональные силы немножечко обратить свое внимание на такую важную проблему. Название доклада перед вами. «Пути экономии бюджетных средств». Почему мы поднимаем этот вопрос? Потому что для того, чтобы обеспечить себя, пациентов, дорогостоящим оборудованием, для того, чтобы иметь возможность закупать его, мы должны найти пути экономии. Мы не можем постоянно обращаться к остальным, к властям, к директорам, к главным врачам с просьбой «дайте, купите». Мы должны сами знать эти пути и знать, как с ними обращаться. Актуальность проблемы обусловлена тем, что у нас постоянно имеется понимание, что такое экономический ущерб при нарушении правил обработки медицинского инструментария. Мы постоянно находимся под давлением, что при обработке дорогостоящего инструментария мы его испортим. Поэтому он у нас либо лежит, либо используется не по назначению, либо применяются какие-то непонятные чехлы. И мы просто-напросто должный уровень стерилизации, дезинфекции переводим в источник распространения ИСМП. Актуальность проблемы также подкреплена все-таки и данными по структуре ИСМП. С 2012 по 2018 год вы видите прежде всего это инфекции в области хирургического вмешательства, постинъекционной инфекции, ГСИ новорожденных. Пути экономии. Какие же мы все-таки можем с вами пронаблюдать? Это применение новейших методов дезинфекции и стерилизации, что позволит увеличить число исследований, а значит увеличить приток денежных средств. Унифицировать и стандартизировать процессы стерилизации, то есть наладить логистику. И обязательно снижение рисков возникновения ВБИ позволяет нам уменьшить койко-дни и расходы бюджетных средств на конкретного пациента. Какие основные этапы нам необходимо затрагивать для того, чтобы понимать, что мы можем сэкономить? Зная, что у нас существует три этапа, это дезинфекция, ПСО и стерилизация, на каждом этапе мы должны найти ту лазейку, с помощью которой мы сможем сэкономить бюджетные средства. А именно, дезинфекция мединструментов. Всем знакома картинка? Намываем, полоскаем, непонятно что заполняем, не меняем дезинфектант, ротации никакой, СМП полно, качество на нуле. Нас всех сейчас стращают за качество оказания медицинской помощи, всем это известно. Что мы должны приобрести? Мы должны приобрести прекрасные моечные машины. Для чего? Для того, чтобы исключить в принципе человеческий фактор, чтобы не было опасения того, какая концентрация дезинфицирующего средства, какое время экспозиции, как длительно проводилась обработка. Это пример реального ЦСО. Это бюджетная больница номер 15. Туда можно приехать, посмотреть, как это организовано в наших реалиях. Недостатки мойки дезинфекции ручным способом. Но прежде всего, да, это огромные трудозатраты, затраты на приобретение химических дезинфектантов, которые расходуются просто в 15 раз больше, нежели это были бы точные дозированные средства. Качество обработки, опять же, зависит от большинства субъективных факторов, которые затрудняют именно контроль. И преждевременная коррозия и вывод из строя инструментов, потому что не все химические реагенты, которыми мы обладаем, которые нам закупают, подходят под это дорогостоящее оборудование. Потому что мы смотрим то, что разрешено производителям в паспорте, не всегда соответствует тем закупкам, которые у нас существуют. Предстерилизационная очистка, да, это тот этап, который направлен на удаление уже изделий белковых, жировых, механических загрязнений. Нам, опять же, необходимо для того, чтобы мы добились качественной обработки, нам нужны специальные устройства, специальные приспособления, материалы для предстерилизационной очистки. Это корзины с специальными креплениями, куда можно уложить эндоскопы, гибкие и жесткие, чтобы полностью проходила обработка канальных, замковых частей. Стерилизация. Да, очень часто во всех больницах разные методы применяют, но качественная стерилизация не в каждом учреждении имеется. Логистика. Что важно? Важно, чтобы корзины присутствовали или из перфорированной стали, или боксы со специальным клапаном, чтобы были штрих-коды, чтобы мы не могли потерять на моменте транспортировки те или иные изделия, если это огромное ЦСО, чтобы мы на момент транспортировки не потеряли из одной хирургической операционной, из другой инструмента, чтобы потом не было пересчета, это траты времени, это просто сделать логистику, но заниматься этим мало кто хочет. Методы стерилизации, которые разрешены, они теоретически делятся на два пункта, это физический и химический, химический это плазма, жидкость и озон. Озон сейчас пытаются пропагандировать, однако для стерилизации замковых канальных частей он запрещен, то есть это только простые скальпели, это только простые инструменты, которые не имеют полостей, это очень важно понимать. Чтобы мы смогли качественно простерилизовать полости и каналы, нам нужна плазма. Недостатки традиционных методов. Здесь представлены для вас на слайде. Коротко я про озон сказала, про химию объяснила, что это недостаточное время экспозиции, неправильный подбор дезинфицирующего средства, отсутствие ротации. Воздух, пар и так понятен, мы от них пытаемся отойти, понятно, что везде присутствует человеческий фактор. Чего мы опасаемся? Мы опасаемся, что у нас вследствие некачественной стерилизации будет высокий уровень ИСМП. Мы не хотим подавать данные о том, что у нас есть внутрибольничная заболеваемость, но она есть. И мы должны смотреть в глаза пациентам абсолютно честно, говорить о том, что у нас хорошее отделение с качественным уровнем стерилизации, что они не должны бояться идти на операцию, потому что им нечаянно через эндоскоп передадут другую инфекцию. Поэтому, как я уже и сказала, плазма, плазменная стерилизация – это действительно шаг в будущее. Это то, что поможет нам сделать качественную стерилизацию. Почему? Потому что обработка медицинских изделий производится при температуре 35-50 градусов. Что это дает? Это дает сохранность термолобильного оборудования, прежде всего нашего дорогостоящего оборудования. Каким образом это происходит? Катион водорода, гидроксидион – это химическая и физическая реакция. Здесь достаточно сложный процесс, но суть в том, что в камере формируется плазма, которая как раз-таки и является прекрасным антиоксидантом, прекрасно обеззараживает и канальные, в том числе, и труднодоступные устройства. И что очень важно, что данный метод очень эффективен в отношении устойчивых во внешней среде микроорганизмов и даже их спор, что для нас важно, потому что не все дезинфектанты способны подавлять спарацидную активность, например. Плазменная стерилизация, как я уже сказала, это возможность контроля процесса, простота, удобство применения, приемлемая стоимость, если правильно и эргономично подходить к вопросам закупки или к вопросам приобретения данных аппаратов. Достоинства данного аппарата, который представлен на этой картинке, прежде всего, это высокая степень проникновения стерилизующего вещества, каналы до 4 метров. Многие производители заявляют, каналы до 1 метра, до 4 – это гарантия прекрасной стерилизации именно длинных трубок-эндоскопов, длинных шлангов. Экологичность, то есть нет вредных выбросов, не надо контролировать параметры рабочей зоны и микроклимата, отсутствие потребления воды и низкое потребление электроэнергии. Возможно стерилизовать практически всю номенкулатуру, особенно термолобильные инструменты и материалы, склонные к коррозии. Про безопасность. Очень важно понимать, что существует тестовое устройство. У нас документально не регламентированы конкретные тестовые устройства для плазмных стерилизаторов, например, в компании Тутнауру созданы продуманные, клинические испытания были проведены, что если необходимое тестовое устройство по биологической безопасности проходит стерилизацию, значит и любой канальный инструмент прошел ее. Также, естественно, у нас есть несколько уровней химических индикаторов, которые мы знаем, которые мы знаем, как закладываются, и биологические индикаторы в виде тестовых культур. Ну и очень важно понимать, что же нам даст переход на плазменную стерилизацию, на правильно подготовленное ЦСО, это сокращение трудозатрат на 90%. То есть вот сейчас у нас полностью идет переход на отсутствие ручного труда, и для нас именно важно в экономическом обосновании, что именно трудозатраты сокращаются на 90%. Сокращение времени на дезинфекцию инструментов, снижение затрат на приобретение дезинфектантов, расходы на ремонт, что очень важно, не всегда нам по гарантии могут отремонтировать инструмент, который уже поврежден по нашей вине, из-за того, что там просто неправильная концентрация дезинфицирующего средства. Ну и очень важно, если мы даем обоснование в экономическую часть, что это снижение потребления энергии, снижение потребления воды в полтора-четыре раза. Итак, выводы. Низкотемпературная плазменная стерилизация является быстрым, безопасным и экономически эффективным процессом. Плазменные стерилизаторы могут быть использованы как при централизованном, так и при децентрализованном системе организации стерилизации, что очень важно. Ну и такой лозунг, который бы хотелось вам сказать, что доверьте стерилизацию профессионалам. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...